Небольшой селок Аптагаи в Якутии. Зима. Как и любой другой мальчишка, Никифор сегодня занят работой на улице. Дел во дворе и коровники, как обычно, не в проворот. Никифор единственный сын в семье. Он незаменимый помощник родителей. Семья живет за счет поголовья крупного рогатого скота. Глава наслега Екатерина Романовна знает в селе каждую семью. Сегодня ранним утром она пришла по делу именно к Никифору. Продолжение следует... Добро пожаловать на наш канал! 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 Это как Володя Волонец, это как Максим Амбросиев, Алена Дмитриева, Артахиновы, наши сурдолимпийские чемпионы, участники. На них должны равняться. И то, что они сейчас проводят большую работу, мы должны это все показывать до наслепков, до людей, чтобы привлечь их внимание и привлечь к адаптивной физкультуре. Тут, конечно, проблемы же могут быть, потому что у нас адаптивной физкультурой должны заниматься именно специализированные работники. И вот в той части по подготовке кадров мы тоже должны уделять особое внимание. В этот же день в кабинете директора Арины Игнатьевны Винокуровой собрание. Никифор и Илья отобраны для участия во всероссийской спартакеаде лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Дорогие друзья, у нас радостная новость. Наши студенты Анисимов Никифор и Илья Павлов в составе сборной нашей республики примут участие в всероссийской спартакеаде учащихся в учебных заведениях России. Мы, во-первых, поздравляем. Помимо всего здесь проводится и комплексная реабилитация студентов. К примеру, физиотерапия и массаж и прочие услуги с учетом индивидуальных особенностей здоровья каждого. Ага, Никифор. Что мы делаем? Что мы делаем? Ну, как-то так, ага, поставим. И растягиваем плечевые мышцы. Разрабатываем. Позвоночник, плечевые мышцы. Сейчас подойдут мальчики, которые должны в очередной раз получить свое назначение по физиокабинетам и массажным кабинетам они прибывают. И потом мы идем на лечебную физкультуру. У Никифора идет диагноз ДЦП и у второго мальчика тоже у нас ДЦП идет. Поэтому у них немножко одинаковые упражнения. Тоже включается, значит, и обязательная разминка, легкая ходьба и, конечно же, работа на тренажерах. Мне очень нравится мой образ жизни. У меня нет времени на какие-то другие ненужные мысли. Я поставил себе цель победить и уверен в своих силах. Я закончил этот техникум и остался тут работать. Мы с ребятами, как одна большая семья, уже понимаем друг друга с полуслова. Я учу не только тягать железо, но и преодолевать другие задачи, как устранение комплексов и страхов. После упорных тренировок можно собраться с друзьями, посмотреть кино или все вместе попеть любимые песни под гитару. Соревнования прошли в городе Челябинске, куда Никифор и Илья полетели вместе с тренером. В Якутск они прилетели с уверенной победой. Несли в копилку сборной республики 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль. У Никифора аж 3 золота в беге на 60 метров. Прыжкам в длину, дартсу и 2 серебра по армрестлингу. Илья же дважды по армрестлингу и бронза в беге. На завтра после прилета Никифора и Илью поздравляют. Пармрестлингу в весовой категории до 55 килограммов. Первое место занял Павлов Илья. Теперь соревнования подарков. Итак, за первое место спартакиада, учащийся в учебных заведениях по легкой атлетике, бега 60 метров. Грамотом министерства спорта, дипломом министерства спорта Российской Федерации уручается. И еще по прыжкам в саду тоже уручается. Никифора поздравили односельчане. Глава наслега вручила денежный приз, который собрали всем селом. Я бы хотел поблагодарить вас. Я бы хотел поблагодарить всех работников нашего родного техникума. Понимаю, что это все делается ради нас, ради наших достижений и жизни. Хотел бы от имени всех студентов поблагодарить за работу, старания и индивидуальный подход каждому студенту. Вы открываете целый мир для нас и нашего будущего. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...